Здравствуйте, зрители и слушатели канала Болитразборка. Хотелось бы сегодня поговорить на такую тему. Кому потребовалось ворошить тему о так называемых кавычках, сталинских репрессиях? Почему вдруг она стала актуальной и почему она вдруг выплеснулась опять в средствах массовой информации? Просуждать на эту тему. С чего у меня возникли такие мысли? В независимое военное обозрение газете 20 февраля вышла статья Александра Цыпко под названием «Не оценив Сталина объективно, Россия не выйдет на магистральный путь». Кто такой Александр Цыпко? Это приспешник Александра Яковлева, который разваливал СССР небезызвестный. Александр Сергеевич Цыпко является доктором философских наук. И обе свои научные работы, и кандидатскую диссертацию, и докторскую диссертацию, он писал на тему коммунизма и марксизма. Но, тем не менее, потом принимал непосредственное участие в развале СССР, выступал против коммунизма. И сейчас, по сути дела, внесет такую ахинею про марксизм, что это человеко-ненавичницкая идея, теория. И выпустил непосредственно статью про Сталина. Но более идиотской статьи в настоящее время придумать нельзя. Во что он только Сталина не обвинил? Вся статья написана в стиле Солженицына. В этой статье Цыпко говорит, ну да, там, Солженицын, что-то погорячился 100-110 миллионов. Ну, не, погорячился он, погорячился 50 миллионов. 50 миллионов уничтожил Сталин. 17 миллионов было кулаков. Из них большая часть была физически уничтожена, убита. Только кулаков, опять, с Евгением Юрьевичем Списаным согласен, как он говорит. Получается, что по Александру Цыпкину кулаков убили 12 миллионов, уничтожили физически. Обращаемся к этой статье. То есть, ну, то, что она шедеврально идиотская, написанная просто дураком, не вызывает сомнений. Скажу откровенно, пишет в этой статье Александр Цыпко. Когда я читаю книгу Александра Зиновьева «Сталин. Наш юности полет» или слушаю на ютуб лекции Евгения Спицына, у меня возникает ощущение, что я вообще не жил во времена Сталина. Что мне рассказывают об СССР, который совсем не похож на СССР конца 40-х, начала 50-х, когда я формировался как политически мыслящая личность. Конец 40-х, начало 50-х годов. Товарищ Цыпко уже формировался как политическая личность. А дата рождения у него? Август 41-го года. То есть, на момент смерти Сталина в 53-м году. Ему еще не было 12 лет. Он был 11-летним мальчиком. Гений, однако, быстро развивался. Политической личностью формировался уже в 11 лет. Я тут подошел у сына, спросил, говорю, сын, как ты относишься к политике? Какие твои политические взгляды? Он на меня посмотрел, говорит, пап, чего ты от меня хочешь? Я не знаю, что это такое. Ну, ладно, это ремарочка. В этой шедевральной идиотской статье, я по-другому ее квалифицировать не могу, Александр Цыпко, дальше все те вот ужасы, которые там, байки, которые самые такие черные байки. Мой шеф пишет, Цыпко, Александр Яковлев. Иногда по вечерам в своем кабинете в ЦК КПСС мне рассказывал об ужасах своего детства. О кошмаре Голдомора в его Ярославской губернии. Были случаи, говорил он, когда родители готовили пищу из тела одного умершего ребенка для остальных детей. Такова была сталинская Россия, которую так любят наши нынешние большевики. Дальше хотите эту статью, сами почитайте. Еще раз. Независимое военное обозрение. Среда 8 марта 2023 года. 20 февраля 2023 года публикация. Вот, ну тут дальше, ну казалось бы, ладно, это статья, статья. Я думаю, мало кто знает независимое военное обозрение, такое издание, интернет-издание. Ну тут дальше. Смотрю. Ютуб, смотрю интернет. Я смотрю на радио Аврора. Два дня назад выходит ролик под названием «Как я разваливал СССР» или «Последние предатели Родины». где вызывают на разговор Евгений Юрьевич Спицын, Александра Цыпко на канал «Радио Аврора». И начинают опять вот к этому разговору вернуться. А теперь я заложу, в чем суть проблемы. Дело в том, что была применена манипуляция в свое время. Многие-многие в десятки лет, то есть несколько десятков лет, Солженицын распространял свою ересь о том, что были неимоверные жертвы, были злостные сталинские репрессии. Сталин был тиран, Сталин был шизофреник, Сталин был просто сумасшедший и целенаправленно уничтожал людей. Он ненавидел людей. То голодомор устроит, то еще что-то устроит. И потом, 37-38 год, сталинские репрессии. В общем итоге, говорил Солженицын, больше 100 миллионов жертв непосредственно убиенных. В начале 90-х, 90-е годы, вот это вот уже появляется историк Земсков. Земсков, который якобы проводит расследование, исторические исследования, и говорит, нет, не было там никаких сотен миллионов. 37-38 год было убито около 650, от 650 до 685 тысяч человек. Все вздохнули облегченно. Ух, ну не 100 миллионов, ну не 110 миллионов, ну какие-то 650-680 тысяч человек. Однако, первая манипуляция была сделана Земсковым. То есть, он сделал эту табличку. Там 37-й год, там 330 тысяч человек. 38-й год, 350 тысяч человек. Вот и получалось там, что за два года, вот эти 650-685 тысяч человек, за два года. А на самом деле, если мы вспомним историю, и так, как ее нам представляют, вот эти вот ежовские тройки начали действовать в августе 37-го года. В январе 38-го года в политбюро поступает докладная записка, что там что-то в НКВД проходит нехорошее. Деятельность вот этих троек была остановлена в марте 38-го года. И началось расследование, что там произошло. То есть, получается, что вот эти 685 тысяч или 650, неважно, были расстреляны, уничтожены. Не за два года, а всего лишь за полгода. Чуть больше, чем полгода. Так это астрономическая цифра. Если бы такое было в реалиях, это вызвало бы просто астрономический резонанс. Такое количество людей расстрелять. Так это же следствие. Сколько людей должно было быть задействовано в этом. Даже если мы берем эти тройки. То есть, они массово должны были вот это вот делать. Должны были быть массовые захоронения. Такого пока никто ничего не доказал. Никто ничего не слышал, чтобы такие прям массовые были расстрелы. Так вот, дальше. Есть такой писатель Петр Балаев. Он провел самостоятельные исследования. И доказал, что вот это все фуфломет. В том числе фуфломет товарищ Земсков. О массовых репрессиях первый раз было заявлено в докладе Александра Яковлева. И там были озвучены эти цифры. Господин историк Земсков утверждает, что эти цифры он якобы взял из архивов. А потом оп! И в одном своем выступлении он говорит, ну как же, эти цифры я брал из доклада Яковлева. И товарищ Земсков гуру, на таблицах которого все основываются, сам же и признал, что ни в каких архивах он не работал. Ни с какими историческими документами, с архивными, он не работал. Он взял эти цифры просто с доклада. Александра Яковлева сделал таблицы и написал несколько художественных произведений. В интернете есть канал ВКПБ, видим, как продают билеты. У них есть подробный ролик с разбором, с доказательной базой. Называется он историкам здесь просто. Первый разбор там идет по книге Петра Балаева и есть разбор Земского со всей доказательной базой, которая не оставляет сомнений. То есть вот эта манипуляция она уже отыграла. И сейчас многие уже стали сомневаться, были ли сталинские репрессии. И многим стало неинтересно. Те, которые разбирались, уже и Бутовский полигон разобрали, что там при раскопках не было найдено трупов. Уже провели исследование, что ну дайте, дайте эти списки, дайте списки расстрельных, пожалуйста, покажите, где эти документы. Ни одного списка расстрельного не обнаружено. Место этих расстрельных списков есть сайт ныне признанного, ныне запрещенного общества, мемориал, в России его деятельность запрещена. Но сайт работает прекрасно, и там висят списки. Списки, ну, называются они списки лиц, подлежащих передаче на рассмотрение военной коллегии Верховного суда СССР. То есть, всего лишь навсего эти списки о том, что вот эта категория дел представляет особую важность и рассматриваются даже не просто уголовные коллегии, а военные коллегии. То есть, это особая важность, особая секретная важность и рассматривается в самом высшем суде страны. Ну, никаких расстрелов там речи нет. Дальше переходим непосредственно к ролику Спицына и Цыпкина. А, Цыпко, Цыпко, не Цыпкин, Цыпко, ну, неважно. Он там, он как раз с Фингалом, кто-то ему подсветил Фингалом, не знаю, не буду утверждать. Они там говорят, что Евгений Спицын и ведущий ему точно этот Фингал не ставили. Он такой загримированный. но кто-то точно поставил Фингал. Кто? Не знаю. Вот. Дальше они начинают разбирать и тут быстренько выясняется, что этот Цыпко даже не знает содержания этой соте. Они ему задают вопрос, он говорит, я такого не писал. Ну, они ему зачитывают, он делает такие глаза и говорит, да, я, да. Ну, и там, видимо, вскрывается это уже все, вскрывается, что Цыпко, и они начинают его раздалбывать по всем этим, Цыпко начинают нести ахинею про эти сталинские репрессии. Сталинские репрессии я беру в кавычки, никаких сталинских репрессий не было. И опять же, по этой махинации что такое? То есть, вот эти таблицы Земского, которые уже разоблачили, и которые все начинают утрачивать свою достоверность, на которой все основывались, многие историки основывались, они поднимают опять, они поднимают на свет Божий и проводят манипуляцию ту же самую Солженицын Земсков. Только в роли Солженицына сейчас выступает Александр Цыпко, а в роли Земского, который умер, чтобы вот эти выступает Спицын. Я не верю, какую ахинею там несет Александр Цыпко, но больше десятка раз Спицын ссылается на таблицы Земского, на работу Земского, 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 Земского и на книги Земского, в которых он почему народ не пошел против Сталина, вот это художественное произведение. Художественно ненаучное произведение, я подчеркиваю, как может историк Евгений Спицын основываться не на исторических документах, а на художественную книгу, но тем не менее Спицын, то есть он опять берет и в жизнь для нынешнего поколения, которые вот эти вот разборки не знают, он берет и вбрасывает, что сейчас вот эти вот, а Евгений Спицын пользуется огромной популярностью, в том числе и в интернет-фрие, и в том числе у нынешней любопытной молодежи, которая тоже старается изучить историю, тоже переосмыслить старается, сейчас он опять ей вбрасывает, что 650 тысяч за два года было расстреляно, что все-таки беспредел при Сталине был, так они понимаете вот на протяжении 30-ти годов, которые говорят вот это вот, чуть меньше, пускай на протяжении 20-ти лет, то, что обсуждают себя, никто не может понять, а зачем потребовалось такое количество людей убивать, они там что все большевики, сталинские, все, они что были вообще умалишены, что столько людей уничтожить, чем закончилось вот это вот все, да, там действительно было со стороны НКВД какие-то нарушения, ну смотрим мы документы, смотрим документы, смотрим, что докладная записка поступает в январе 38-го года, с марта месяца вся деятельность вот этого НКВД была приостановлена, началась проверка, в августе месяце Сталин выдергивает руководителя Грузии Берию, делают его замом Ежова, руководителя НКВД, в сентябре или в октябре Ежова снимают и ставят Берию, впоследствии Ежова осудили и расстреляли как предателя Родины, а Берия на посту руководителя НКВД начинает вот этот весь беспредел, который был, осужденных людей начинает проводить пересмотр всех этих дел и начинает проводить массовую реабилитацию, это о чем говорит, что людей не расстреляли, они находились под следствием, их реабилитировали, самые известные реабилитированные по тем делам, да, в основном это были военные, военное руководство, не могли они 650 тысяч офицеров расстрелять, портработников, такое количество просто невозможно, и те вот, кстати, списки, которые в мемориале есть, там далеко не идет о тысячах людей, 45, 30, 50 людей список лиц подлежащих, дела которых подлежат перед, не на расстрел, а передачи на рассмотрение в военную коллегию Верховного Суда СССР, я подчеркиваю, а эти все проводят манипуляции, они распечатывают этот список, а кто там смотрит на лицевой лист, ну, они так раскрывают, и в этом не списки, но там списки совершенно в другом, это я вот так вот сумбурно, историю, я думаю, понятно, вот с этим Цепко, вот а что за манипуляция произошла, ну, есть, они опять вот эти вот фальшивые цифры Земского, они опять дали им новую жизнь, на основании вот этого, ты что, Александр Цепко, ты, ты, да ему 81 год, ему уже вообще плевать на все, скорее всего, скорее всего, точно не знаю, ему что-то дали от такого, чтобы он там поставил, но точно не знаю, но скорее всего, предполагаю, поскольку он содержание своей статьи не знают, скорее всего, ему за его подпись под этой статьей что-то, или его детям что-то, или его внукам что-то и так далее, ну, фингал-то, ну, фингал на лицо, кстати, не знаю, кто поставил, не знаю, абсолютно не знаю, но фингал на лицо. Дальше смотрим. Все это очень хорошо. В итоге Евгений Спицын все это брало выигрывать в дебатах у Цепко, говорить, что репрессии были. Вот тут основное, что эти историки не отрицают, что массовые репрессии были. То есть они подтверждают, а никаких достоверных данных, никаких документов нет. Историки как должны работать? Они должны работать по первичке, по архивам. А у нас Евгений Юрьевич по чем работает? По художественной книжке Земского? Замечательно, замечательно. А у Земского где доказательства? У нее есть научные работы. Я извиняюсь спросить, есть монографии. Нет, художественная книжечка. И сам же Земсков признается, что ни в каких архивах он не работал. Он взял эти цифры с доклада Яковлева и написал художественные книжечки. Дальше, на следующий день, на следующий день, 7 марта, то есть вчера, на канале Левый фронт выходит ролик Евгения Спицына и Сергей Удальцов. Я думаю, историка все знают Евгения Спицына. А вот Сергей Удальцов уже какой-то молодежи, он там ушел такой с политики. Ну это левый такой чувачок, который то там, то там. В итоге он там свою жену воткнул депутатом от КПР в Госдуму и успокоился. И вот они тут сидят, рассуждают. Называется видео. Требуются сталинские чистки во власти. Восклицательный знак, не вопрос. Восклицательный. И рассуждают. Евгений Юрич тут рассуждает. Ну, говорит, нарушения были. Было, было все. Но отрицать репрессии нельзя. Нет, 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 ни в коем случае. Перегибы были, все это было, репрессии были. Сейчас, ну, сейчас репрессии, сталинские чистки во власти, говорит Евгений Юрьевич. Ну, кто? Путин не пойдет на это. А мы помним. То есть сейчас вот это вот требуя, да, кто сам озвучивает такие вот вещи? О необходимости начать операцию на Украине первый заявил Зюганов о том, что необходимо присоединить к России. И пошло это. А сейчас теперь понятно, что это накрутка идет. Накрутка идет. Сталинские репрессии были. Сталин делал правильно. Никаких перегибов не было особых. Были ошибки. А сейчас необходимо. То есть предвестник. Ждут в какие-то нас вот такие перемены. Почему и нужны эти цифры Земского? Что ну вот тогда была необходимость. Ну какая-то же необходимость у партии была, раз они вот столько вот. И сейчас можно. И сейчас можно жесткие меры. Мало нам жестких мертв. Еще будут жесткие. Будем бояться воронков. И все это будет якобы по-сталински. Не было никогда ничего такого. Ну не было никогда ничего такого. Сталин был абсолютно челковолюбивый человек. Он абсолютно берег, оценил людей. Никого просто так он бы не позволил. Не то что расстрелять. Посадить бы не позволил. За то, что Рокоссовского задержали. И он находился в тюрьме. Сталин лично перед ним озвенялся. Ну это не было. Не носило массовый характер. Ни о каких сотнях тысячах людей речи не шло. К чему нас готовят? Что у нас сейчас будет? А это просто буревестники, предвестники. Буря. Не с руки сейчас, чтобы дядя Зюк это озвучивал. Ну это озвучивают. Вот далее глашатые. Евгения Спицына, Сергея Удальцова. Им в помощь бросили старого маразматика. Сыпко. Так что ожидаем. Ожидаем, что будет в дальнейшем. Пример, предполагаем. Со ссылкой на Сталина, какой он был справедливый и хороший. Со ссылкой на необходимость. Это просто почва, подготовка. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Но этих людей мы запомним. Которые. Я подчеркиваю, они в видео призывали. Призывали. То есть само название призывает. Требуются сталинские чистки во власти. Восклицательный знак. А, и еще, напоследок. О том, что это целенаправленное, говорит количество просмотров ролика. И Сыпкиным. 120 тысяч за два дня. Смотрим канал Аврора. Среднее. Здравствуйте, товарищи. Последнее, я извиняюсь. Последнее смотрим. Это, конечно, только предположение. 121 тысяча на сегодняшний день. За два дня. Предыдущие ролики, которые на этом канале. 33 тысячи. 14 тысяч. 13. 18 тысяч. 83 тысячи. Это за 10 дней. 14 тысяч. Битва за Россию. 13 тысяч. Свободу, которую мы потеряли. 18 тысяч. Ну вот, один такой вот ролик. За два дня. Набрал 121 тысячу. Смотрим канал Удальцова. Смотрим. За один день. Канал Удальцова набрал 64 тысячи просмотров. Я не зависти. Просто мы смотрим статистику. Канал Удальцова, Левый фронт. Смотрим, сколько он обычно набирает просмотров. Уважаемые зрители. А этот ролик висит как анонс. Как вот-вот. 66 тысяч. Смотрим. За три недели. 12 тысяч. За один месяц. Следующий ролик. 6 тысяч. За один месяц. Еще следующий ролик. 11 тысяч. Кому война, кому мать родна. 18 тысяч один месяц. Предположительно, это о чем говорит? Предположительно, это говорит о том, что продвижение этих роликов проплатили, чтобы их продвигали. Не просто так эти ролики эту тему поднимают. Включаем конструктивное мышление. Не обольщаемся. Слушаем, что они говорят. Как они говорят. Вот Евгений Юрьевича Спицына. Я давно за ним слежу и ничего хорошего о нем сказать не могу. У него постоянно логические манипуляции. Но об этом, наверное, разбор по Спицыну я буду делать отдельно. А вот там вот я на канале, на нашем. Чтобы такие разборы каждый из вас мог делать и вскрывать вот такие личности. Я начал курс лекций записывать по логике. Пожалуйста, переходите на канале. И изучайте. Слушайте, вникайте, изучайте. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Пишите комментарии. Нажимайте колокольчик. Распространяйте это видео. Равно как и видео по логике. А на этом все. Пока-пока. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...